Две семьи в Восточном Казахстане могут остаться без жилья в ближайшее время. Их дома, расположенные в селе Аксуат Курумчунского района, под угрозой обрушения. С каждым днем к ним все ближе подбираются воды озера Зайсан. Власти региона о проблеме знают, они должны были переселить людей, но вот возникли трудности с финансированием. И теперь людям предлагают другие пути решения, но это их не устраивает. Ситуацией разбиралась Анель Ясенбердина. Озеро Зайсан на востоке Казахстана отвоевывает у людей территории. Всего год назад эти дома были жилыми, но из-за обрушения берега начали давать трещины. Часть построек и вовсе оказались в воде. Тогда в Аксуате объявили чрезвычайную ситуацию и решили построить шесть новых домов, чтобы переселить людей. Новоселье состоялось зимой, но повезло только четырем семьям из шести. Мы здесь живем восемь лет. Переехали из Маркоколя, потому что местной школе были нужны специалисты. У нас двое детей. Когда приобретали дом, даже не думали, что вода подойдет так близко. Но мы надеемся, что наша проблема все же решится. Построили же четыре дома. Может, и наши закончат. Но пока на месте обещанных домов только фундамент. Между тем, промедление опасно для жизни. Боюсь за внуков, признается Мурат Пекигинов. Они с женой, четырьмя детьми и двумя внуками живут в маленькой пристройке. Жилье отделяют от воды. Каких-то два метра. И расстояние с каждым днем сокращается. Берег рушится, земля трясется, мебель вся качается. Дом саманный. Может рухнуть в любой момент. Тем более, что земля у нас песчаная. Берег размывается, волны разбивают его. Вот только что два куска отвалилось. Власти района заявили, что на завершение строительства в бюджете нет денег. Вместо запрошенных 48 миллионов тенге по линии ЧАЭС получено чуть больше 31 миллиона. Теперь двум семьям предлагают другие варианты. Мы им предложили переехать в старое здание Акимата. Но обе семьи отказались. На строительство же у нас нет финансирования. Теперь вот сегодня приехали оценщики. Они оценивают дома. И предложили им компенсацию. Заключение экспертов жителей опасных домов не обрадовало. Жилье, построенное нашими руками, оказалось, стоит всего 500 тысяч тенге. Возмущена хозяйка дома Лязат Игинова. Мне предлагают 500 тысяч. Мне это не надо. Потому что я на чрезвычайную ситуацию попала. Мне положено, как этим четырем домам, мне тоже положено дом. Мне дом надо. Пока вопрос с жильем этих двух семей остается открытым. Между тем, озеро продолжает расширять свои границы. В районном Акимате подсчитали, скоро понадобится переселять семьи еще из 12 домов. Анна Лисенберсина, Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область.